В оккупированном Мариуполе пенсионеры выстраиваются в огромной очереди за едой. Уже почти два года оккупанты не могут устроить достойную жизнь мариупольцам пенсионного возраста. С 1 марта россияне объявили, что пенсионеры на захваченных территориях переходят на обслуживание Пенсионного фонда России и даже обещали повысить пенсии, согласно российскому законодательству. Затем оказалось, что пересчитывают пособия в сторону увеличения только тем украинцам, которые согласились получить российское гражданство. Всем остальным оккупанты выплачивают минимальные 10 тысяч российских рублей. Это ниже прожиточного минимума в России. Ну давайте відверто кажучи, це дуже геноцидні практики з боку російської федерації на темночасово окупованих територіях, коли вони по суті пенсионерів, людей похилого біку, інвалідів ставлять перед вибором або фізичне виживання або отримання паспорту держава-агресора. Це насправді, ну, я не знаю, мабуть, це можна до якихось там тортур психологічних порівняти, але це точно абсолютно незаконно з точки зору міжнародного права. І навіть ті, хто згодився взяти российський паспорт ради пенсії, столкнулися з бюрократию. Пенсіонери можуть ждати нескільки місяців, поки окупанты їм надчислят чи пересчитають пенсії. В пенсіонних фондах це об'яснює тем, що вынуждены из оккупации пересылать документы в другие регіони России, якобы в целях борьбы з корупцією. Це і приводить к многочисленним задержкам виплат. А вот на оккупированной Луганщині пенсіонери жалуються на массові откази в перерасчёте пенсій россиянами. Об этом сообщає глава Луганской областної воєнної администрації Артём Лысогор. «Даже якщо удалось собрать документы, що лицо работало на предприятиї с вредними условиями труда, їх можуть просто проигнорировать. Також учреждениям, в частности архивным, і організациям в так называемой ЛНР рекомендують не выдавать соответствующе данные людям, щоб начислить выплаты по общему стажу». Так называемые ЛНР перерасчёта пенсії ждут по полгода, а некоторых местних жителей из-за неправильной прописки в итоге лишают пособий. «Дали нам отказ, который оказывается ещё в июле месяце был, чи в июне месяце. Отказ у нас получился потому, потому что у нас мы-то, я тут, допустим, живу и получаю пенсию всю жизнь в Луганске, а когда мы стали гражданами России, то в паспорте нужна была прописка. Всё. И у нас там недвижимость в Крыму есть, и мы прописались там». «Потому что нет регистрации в Луганске. Она должна быть луганская стоять». «Ну так получается, если у нас нет регистрации в Луганске, человеку не положен перерасчёт? Так получается?» «Да». «Ну это бред какой-то». В пенсионных фондах в псевдореспублик причины массовых отказов объясняют нежеланием украинцев оформлять российское гражданство ради пособий. «В городе Мариуполе пожилой мужчина обращался с просьбой назначения ему пенсии Российской Федерации, соответствующей его трудовому стажу. Ну, очень рады, готовы мы были ему помочь, организовать получение паспорта Российской Федерации. Но он сказал, что паспорт Российской Федерации он категорически получать отказывается. Ну и, соответственно, какая может быть негражданину государства назначена государство пенсия?» Ранее в псевдореспубликах ЛНР и ДНР действовали двойные пенсии. Этот механизм заработал ещё в далёком 2014 году. С момента захвата Востока оккупанты не жалели денег для откровенного подкупа местных жителей Донбасса. Украина, в свою очередь, также продолжала начислять деньги своим гражданам. Сложности были разве что с получением этих выплат. Людям приходилось ездить в банки на подконтрольные Киеву территории. «Гипотетично – это так. В любом случае, раньше такая практика точно была. Деяки так маніпулюють. У наших государственных органов, правоохранных органов и в пенсийном фонде немає фізичної можливости перевірити ці процеси. Звичайно, це порушення закону зі сторони особы. Тому що якщо в нас немає подвійного чи множинного громадянства. І то, якби навіть воно і було, то при пустому, при подвійному громадянстві людина все одно має визначитись, зараз перебуваючи на території тієї чи іншої країни, а за яким паспортом вона, відповідно, це робить». Тепер ж оккупанты предлагають українцям определитися, на какой вони стороні, і взяти российський паспорт. А це фактически означає конец двойних пенсій. «Якщо отримали дві пенсії, отже, стоїть на обліку людина в пенсійному фонді ЛДНРів, невизнаних формувань. Або якщо має громадянство Російської Федерації, то взагалі стоїть на обліку в пенсійному фонді Російської Федерації. Якщо є така історія, то це в будь-якому випадку людина втрачає право на пенсію України». Тому в оккупации все більше пенсіонерів, недовольні путінським режимом, а в приході русського міра на Донбасс не видять ніяких перспектив.